О закрытии начальной Плещеевской школы сельчане узнали из местной газеты. Решение властей не одобрили. Школа действующая, она не валится, на голову ничего не валится. Хорошая школа. Учатся, правда, пять человек у нас. Ну, на будущий год еще четыре пойдут, а потом еще пойдут. Народный сход негодующие родители назначили в одном из кабинетов школы. Пригласили туда главу Гаврилов Ямского района. Тот сходу попытался объяснить свою арифметику. Два миллиона рублей бюджет района должен потратить на содержание бюджетного учреждения в год, которым учатся пять детей. То есть по 400 тысяч на каждого школьника. Или та же самая Великосельская школа, где учатся 170 детей, а затраты, условно говоря, 10 миллионов по году составляют. Именно в Великосельскую школу и переведут учеников и учителей из Плещеева. До нее всего 4 километра. Но родители все равно переживают. Вы представляете, у нас район криминальный. То педофилы, то насильники, то еще кто-то. 4 километра, не 400 метров, 4 километра полем идти. Уйдут они пол восьмого, да, пол восьмого с дому и приедут 3 в четвертом часу. Маммоля меньше, да. А я должен переживать из-за этого, да. Они идут гуляют. У школы на улице месяц педагогам. Они гуляют. После этого они заходят в класс, переодеваются на шкафчики специальные и делают уроки. Оставляют подпели, садятся в автобус и едут домой отдыхать. Жаловались в главе и на то, что школьный автобус, собирающий детей с округи, часто ломается и в нем постоянно не хватает сидячих мест. Владимир Серебряков пообещал решить проблему. В крайнем случае можно выбить еще одну транспортную единицу. Появится в районе и единица спортивная. Деньги Плещеевской школы пойдут на ФОК. Те, сэкономленные 2 миллиона рублей, в следующем году я могу направить на подготовку проектной документации на строительство пристроя школы Великосельской, которая необходима. И она обоснована там, потому что там нет современного спортивного зала. После народного схода стороны остались со своей правдой. Решение по школе администрация уже приняла. До 1 сентября учебное учреждение должно закрыться. Жители Плещеева теперь надеются на областную власть. Они направили письмо в правительство региона. Александр Лисицын, Денис Лосев. День в событиях.